Наше знакомство с галереей искусств предместия начнем с необычной темы. Зашифрованный автопортрет на полотнах великих живописцев. На протяжении многих тысячелетий в работах художников и скульпторов прочитываются образы самих авторов. Так приемом зашифрованного автопортрета пользовался итальянский живописец Рафаэль. На знаменитой фреске «Афинская школа» он изобразил себя рядом с Птоломеем. Классики кисти также нередко изображали себя на полотнах. Великий русский художник Василий Суриков изобразил себя на картине «Бояриня Морозова». Здесь он странник с посохом и корзиной. Удивительно, но на его лице нет ни восторга, ни отвращения. Только грусть и раздумья. Еще один знаменитый художник Диего Веласкес запечатлел себя на картине «Менины». Среди придворных дам и шутов мы видим автора за Мольбертом. Без всякого пафоса и тщеславия великие художники изображали себя на своих полотнах. Они погибали под пеплом Везувия, тонули в безумной толпе. Они хотели показать, что события, запечатленные ими, абсолютно реальны, как и люди, изображенные на них. Среди работ, представленных в картинной галереи «Предместе», есть работы белорусских авторов. Эти знаменитые художники также изображали себя на своих полотнах. Мы хотим обратить внимание на картину «Мой город» великого белорусского художника Монаса Исаковича Моназона. Принято считать, что автор изобразил себя в виде интеллигентного мужчины, смотрящего на афишную тумбу. Зашифрованные автопортреты перекочевали и в новые виды искусства. Так набравшая невероятную популярность за последнее десятилетие авторская кукла, сегодня не просто красивый хендмейд. Без всяких колебаний ее можно считать специфическим ответвлением скульптуры. Познакомиться с этими красавицами уже сегодня вы можете в галерее искусств «Предместе». Здесь мастер авторской куклы Надежда Цыгановская представила свои лучшие произведения искусства. Авторская кукла, она, как правило, создана полностью и всецело одним автором. Это человек, который занимается куклами, это он и постежер, он и сапожник, он и человек, который занимается и одеждой, и, я не знаю, мейком для куклы, всем на свете. Процесс создания таких красавиц невероятно кропотливый и трудоемкий. Он требует от автора не только владения техникой, но и вложения частички души. Часто люди, которые не знают автора, а потом видят автора, они говорят, «О, вы очень сильно похожи на вашу работу или, наоборот, ваша работа – это ваша копия». Уже сегодня такую возможность с радостью вам подарит Галерея искусств в предместе. Приходите, и вы получите невероятное наслаждение от увиденного. А мы через неделю вновь отправимся сюда, чтобы совершить увлекательное путешествие по миру искусства. Андрей Кулинкович, Яна Леонович, «Утро», студия «Хорошего настроения».